в этом видео вы увидите разборку профессионального лазерного модуля мощностью 100 милливатт то есть сейчас я вам покажу что он рабочий то есть вот видите сначала идет подготовка прежде чем будет генерация излучения вот так он светит сейчас покажу луч в темноте вот кстати он так светит были зараза вот еще раз вот чесгор напоминает особенно прям как будто 1 ватт нафиг но на самом деле здесь нет одного всего всего лишь 100 милливатт он даже рук не ждет ну то есть это мы вот в этом вот в нем конечно по сути то уже меньше то что он уже посаженный но тем не тем не менее светом вот как то есть 100 милливатт прям как целый прожектор смотрите даже так 100 милливатт просто посмотрите вопрос у вас светит так указки которого с алиэкспресс покупаете я вот ну сомневаюсь то станет у вас именно так светит то есть там по сути даже 50 миллион встречается то есть в указках там не световая мощность больше там больше инфракрасного излучения идет мощность ну то есть не не так то в свет преобразована а больше лишние так сказать здесь больше световая потому что здесь есть контроль температуры то есть корыстал и работает правильно и дает естественно больше световой мощности а не пропускает инфракрасное излучение так ну чё ж не буду мариновать никого и их тупо ли серьезно круче нам были давайте сначала объектив лучше открученых хотел объективы лучше потом покажу потому что не хочу что-то пыльное тело то есть модуль я как сказать постараюсь показать подробно но тем не менее побольше побыстрее вот есть кто обратите внимание он заклеенный весь заклеенный весь эпоксидной смолой герметиком и тому подобное то есть чтоб туда ни пыли ни влага короче не попадала то есть вот так сделано то ли света мне не хватает то ли еще чего то есть как будто так поставим бы освещенность нормальная была нормально не нормально видно это мне тяжело и так вот мы открутили как стать не снимается зараза серьезно так сделано работа отодрали там кэт пластмассина стоит да он кстати герметик здесь даже силиконовый герметик такой-то так то есть все конечно откручивать то есть все загерметизировано то есть загерметизировано конечно капец это чтобы туда ни влага ни пыль не попали вот подставка с алиэксперс на фигню мать это были тут звентили нафиг конкретно прямо так сказать с душой так откручиваем эти булочки тоже еще теперь да не блин корпус все прикручены позиция сейчас крушен трос корпуса нафиг не снимется наверно да и хрен с ним а не хрен все это дело чистить я буду это конечно то есть это самое кристалл то надо будет выставлять по центру конечно мне очень не повезет есть конечно вот эта коробка она цельная это будет полный капец нафиг если он так по хитрожоповском сделан то что она допустим цельная коробка вылезть а уже уже внутри допустим не вобли хотя нет вроде не цельная вроде бы он там видно то что он состыкованный чушь пробуем короче короче просто охренеть просто охренеть можно вот покажу внутри то что здесь нихрена нету и наклеен какой-то зеркал а это инфракрасный фильтр наклеенный ооо инфракрасный фильтр то есть блин чтоб глазки не портил модуль короче все можно сказать обалденно а вот здесь находится вот такая вот коробка пластмассовая с кучей с кучей болтов просто тут вообще задница блин с этим болтами нафиг которых много премного много не короче там и так понял сама система находится лазерная что мы делаем кто-то собирался булочки мелкие мелкие премелки вы наверно сами видите да здесь конечно не вентиляторов ничего нету есть только куча проводов ну сколько кучу вот здесь четыре вижу наверно там еще дальше есть запихали в двойной корпус двойной корпус я так понял это для контроля температуру это холодильник то есть внизу должен стоять элемент пельтье чтобы он поменьше отдал тепло пространство ну то есть даже внутри корпуса чтобы в общем не нагревал вот этот вот этот корпус а больше температур там сохранится ооо сама система сделана кстати обалденно давайте я вам покажу вот кстати сейчас я откручу здесь даже все так вот открутить чтобы это самое ничего не повредить нифига то есть аккуратно надо все очень делать потому что этот можно сказать точный прибор который ни за что вам не простит какие-то промашки если вы там накосячите он сто процентов не будет нафиг работать на вас заработает когда только какой-нибудь умный хрен не начнет собирать вот сейчас я сниму телефон так вот я снял телефон и сейчас я немного расскажу поподробней подниму сейчас все приближу идет сам c mount 808 на метров я не знаю конечно какой он здесь мощности но просто кристалл прям очень маленький лично как по мне наверно но мили ватт 500 может конечно я вот так думал то что здесь стоит то есть c mount лазерный диод c mount крепления болтом и вот на самом диоде кстати тоже стоит микролинза если вот можете увидеть его сейчас я если будут приближать там телефон как будто расфокусироваться сфокусироваться то есть самом деле уже стоит cfc объектив ну и я так называю просто английский написанцы cfac то есть маленький кусочек оптовал волокна уже стоит то есть и идем идем дальше вот вот в вот здесь вот здесь стоит линза двояков двояк выпуклая то есть выпуклая в две стороны и которая то есть то есть которую то то есть вот эта линза тот линза она фокусирует это диод то есть там стоит cfc объектив которая тоже фокусирует сам диод но немножко то есть и потом уже вот это тоже сфокусировался пока объектив продолжать фокусировка линзы уже то есть чтобы максимально его собрать в пучок потому что он сильно расходится инфракрасный лазерный диод то есть когда она уже собрала в пучок вот это линза сейчас я покажу поближе вот так она выглядит видите да 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 здесь кстати один нет это не герметик это клей это какой-то клей вот клей специальный который для таких вот устройств используется для для лазерных можно так сказать применять точнее фиксированный силикон что легче называют так а вот это вот в этой латунной которым там на болтах прикручено покажу там видите да вот в этой штуке там стоит кристалл вандата то есть стоит оптовандат который преобразует частоту то есть из 808 на метров 1064 по-моему до 1064 преобразу чисто то есть когда то есть его засунули в латунный теплоотвод это не просто так то есть самое потому что его надо охлаждать он какая там активный элемент считается который надо охлаждать то есть а после него стоит вот как раз всеми наверное известно это кристалл ктп вот он стоит бочedar кстати там которой приклеил препятствия силикона фиксируем звук т.п. так а вот дальше дальше вот еще интересно могут подумать конечно то что вот этот после кристалл ктп это стоит линза многим упадут вот этот ведь и этот видите это не линза это выходное зеркало лазера то есть вот это вот я телефон руками держу по сути руками нельзя такой снимать то есть вот вот начинает начинают отсюда отсюда вот от этой платформы да и вот до суда это резонатор лазерный резонатор есть происходит генерация самого лазерного излучения то есть вот здесь происходит удвоение лазерное излучение а вот здесь происходит генерация самого лазерного излучения частоты 532 то есть вот на этой площадке происходит уже генерация видимого лазерного излучения то есть генерация происходит между выходным зеркалом и глухим зеркалом. То есть, глухим зеркалом для 1664 нанометра. То есть, там 1664 нанометра вот с этого кристалл, который выходит, оно пропускает в кристалл КТП. А назад оно его не пропускает. Оно это звучит, то есть, начинает бегать там вот между вот этим зеркалом и зеркалом Наполеоном на кристалл Вандата. Начинает бегать с ней звучание. Начинает бегать и удавается до 532 нанометра. То есть, вот здесь 1600 нанометров появилось. Попало, вышло, прошло через зеркало. Зеркало, кстати, на Вандате оно этим амальгамным способом нанесено. И оно вот такое, можно сказать, красненькое чуть-чуть. И вот оно пропускает сам кристалл КТП уже. То есть, титанил, фосфат, калия. Это у нас оптовандат здесь стоит. Это титанил, фосфат, калия. А вот это вот выходное зеркало. Это не линза, как многие подумать. То есть, вот здесь у нас линза стоит, которая фокусирует диод. Вот этот. То есть, ещё раз просто скажу. Лазерный диод, двояковые упаковые линзы, оптовандат и КТП. Это вот два основных кристалла, которые, это самое, нужны для того, чтобы сгенерировать 532 нанометра. И дальше идёт уже просто выходное зеркало. То есть, немного вогнутое выходное зеркало. Сейчас я покручу, конечно. Расскажу всё-таки поподробнее, как устроен. Вон, видите, оно вогнутое. Откуда-то тень ещё, блин, падает. Снимай, да, кстати, снимай телефон. Ну, видите, вот сюда есть. Ну, вогнутое зеркало. Вот эти два болта, которые стоят, оно, они, как сказать, здесь стоят для того, чтобы его настраивать. То есть, чтобы поймать максимальный КПД, максимальный коэффициент полезной деятельности. 532 нанометр. То есть, его смещать либо вверх-вниз, либо в стороны, вот этими болтами, чтобы, кажется, выставить его строго по центру. Либо, допустим, то есть, вот этим зеркалом, да, надо попасть вон в то зеркало, чтобы получилась генерация. И всё это дело должно быть, ну, сфокусировано внутри кристалла КТП вот этого. То есть, вот ещё раз показываю, двояковую пакулую линзу здесь, которая стоит. То есть, вот так. Сделан хороший лазерный модуль 532 нанометра мощностью в 100 милливатт всего лишь. Вы говорите, указки там с Алиэкспресс. Если лазерный модуль мощностью в 100 милливатт, сделан вот так. Что говорить про те указки, которые продаются на Алиэкспресс зелёного цвета, которые сделаны на склейках, сделаны дёшево и не имеют того полезного коэффициента, коэффициента полезной деятельности, то есть, которые имеют модули. То есть, в модулях, в них максимально стараются преобразовать в частоту, частоту, для которого создавался этот модуль лазерный. Вот, сейчас, кстати, нормально стало показывать. Смотрите, пока что, вот, сейчас, вот, сейчас, если вот туда поглядеть, вот там красненькое, это как раз зеркало, которое напалённо на Вандат. А зелё... вот этот... блин... вот этот слегка зелёненький, который, да? Зелёненький больше старается. Это КТП. То есть, вот так происходит удвоение частоты. Пробую так ещё поснимать. Да-да... Так, а вот само зеркало, оно отражает. Красный цвет тоже, то есть, на нём нанесено напыление небольшое, чтобы оно отражало... ну... отражало красный инфракрасный спектр, то есть, от себя. То есть, когда выходит уже излучение из него. Оно, чтобы это самое... Это зеркало, которое, допустим, вы видите, то, что красненькое, да? Оно... это слоё оно отражает в кристалл назад. То есть, то излучение, которое не должно выходить. А вот с этой стороны его заметно, что оно как будто бы здесь. Так. Конечно, хочется мне всё дело откручить и разобрать показать. Более подробно, как всё это дело. Только, конечно, боюсь, замучаюсь вставлять. Так, ещё что я забыл сказать. Это то, что я, наверное, забыл сказать. То, что вся вот эта платформа, да, она стоит на элементе пельтье вон там. Видите? Там стоит круглый элемент пельтье. То есть, сама вот эта сборка, да, она собрана в таком вот холодильнике, скажем. Чтобы удерживать специальную температуру для, ну, то есть, для стабиль генерации 100 милливатт. То есть, вон там стоит элемент пельтье. И где-то, короче, здесь должен ещё стоять датчик температуры. А датчик температуры, мне кажется, как раз на элементе пельтье где-нибудь стоит. А, нет, нашёл. Нашёл. Где датчик температуры стоит. Сейчас, секундочку. Над камерой, конечно, приобретать. Ну, что-то у меня как-то не получается с этим нём ничего. Вот. Вот здесь датчик температуры вклеенный. Точно не вклеенный. Ну да, немного приклеен. Вот под этой подложкой, точнее, под этой станиной, да, под этим теплоотводом, на которой стоит 708 нм, стоит датчик температуры. Который, ну, постоянно измеряет, какая температура на всей платформе, вот на этой. Чтобы, кажется, она была, ну, стабильная. То есть, естественная теория. О, элемент пельтье, то есть, вот этот модуль, он ставится на что-то, ну, желательно бы, теплоотводящие тоже. То есть, на счёт алюминия, желательно бы, установить такой модуль. Лучше, можно сказать, стабильной генерации. Вот. Сейчас я покручу. Кажется, вот так сделан. Развернуты. 532 нанометра. 800 мВт. Так, вот ещё немного про эту штуку расскажу. То есть, здесь вот фильтр стоит такой-то. Инфракрасное излучение. То есть, чтоб ничего лишнего нафиг отсюда не выходило, кроме чистоты генерации. Сейчас я вот откручу тоже вот этот болтик. Так, давайте-ка я лучше поставлю на поставку что-то дело. Чтобы лучше, как говорится, потому что не 10 рук. Так, вот, вот сам объектив. Там стоит всего лишь одна линза. Кстати, тоже это самое. Нанесён на ней красное, ну, такое розоватое напыление. Зеркало розоватое. Это всё естественно для того, чтобы, ну, инфракрасное излучение, можно сказать, ну, максимально препятствовать ему его выходу из модуля. То есть, вот оно. Телефон задолбал, просто задолбал нафиг. Расфокусироваться нафиг тогда, когда не надо. Так, пока положим. И вот. Ещё раз. Это вот рассеивающая линза. Для того, чтобы это самое, сделать более стабильный луч, так сказать, выходящий из лазерного модуля. Так, сейчас я это дело включу. Покажу, как оно, дело, работает на практике. Как говорится, сейчас вы посмотрите, как вообще всё это дело светится. Сейчас только не могут. Сюда это всё дело сделаем. Сразу говорю. Включить, конечно, буду я его ненадолго. Потому как всё это дело довольно-таки греется. То есть, там элемент плетевит стоит. Поэтому, наверное, как-то вот так надо сделать. Чтоб ему было куда-то водить тепло. То есть... Надо из подставки подключить. Так, сейчас, секундочку. Сейчас я его здесь... Как бы вот его поставить так бы. Потому что помогать мне некому. Делаю всё, когда я снимаю. Делаю всё одной рукой. Так, ну вот. Сейчас мы обратим внимание на сам лазерный модуль. Сейчас... Вот он зажужжал. И сейчас будет... Видите, генерация происходит. То есть, вот такое там пятнышко загорелось. Зелёное. Давайте рассмотрим, как всё это дело работает. Телефон... Наделай тоже телефонов нафиг. Телефон, кстати... Телефон, кстати... Не дешёвый. Многие могут подумать. Вот. И сейчас... Да, кстати... Вот то, что если вы видите... Зелёным светится... Ну, якобы... Как лазерный диод. 708 нанометров. Он не светится зелёным. Это просто... Каким-то образом... Назад через линзу попадает... Зелёное излучение на него. Я, конечно... Не знаю каким. Лично мне кажется то, что... Ну, кристалл немного стащился. Посередине него... Ну... Прозрачный область появился. И вот поэтому... Он, наверное, начал пропускать уже видимое излучение назад немного. Давай, фокусируйся. Лучше, конечно, не приближать ни фига. Вот. Вот. Вот так он работает. Сейчас я сделаю то, что, наверное, делать не стоит. Чтоб... Многие, наверное, думают, что это линза. Но я вам сейчас это докажу. Стоит... Вот так немного... Сделать. Как лазерный генеральный, сразу пропадает. Стоит просто немного прерывать... Связь между двумя зеркалами. И лазерный генеральный сразу пропадает. И мы вот в этот момент как раз можем видеть только... То... То, как... Горит диод накачки. Он горит красненьким. То есть... Так, можно сказать, работают все лазеры. Включая и газовые, и на рубине, и многие другие. То есть... Это самое... Происходит генерация между двух зеркал. Пока вы... Если вы прервали генерацию, даже если его накачивает диод, лампа, ее... Луча у вас не будет. Вот видите, я просто между зеркалом и кристаллом держу отвертку. А диод... Он по-прежнему работает. Это работает. Вот сейчас. Витянник цвете, цветочки туда в линзу. но только убирать отвертку учиться бен генерации зеленого звучения то есть москва вот именно так работают все лазеры сейчас я выключу свет без света это естественно более печи выглядит надо весить и начну тоже да мимо кстати реально дохрена час потому что кстати мне его надо будет настраивать вот это вот железнодиод ничего не попадала то есть если посмотреть только сам само зеркало она немного не в центра в бок фокусирует вот телефон достал уже кстати на телефон что-то попадает туда лишнее по обыску судить да кстати вот так он светит нафиг такой зелёный такой зеленый луч у меня уходит кстати кстати тоже тоже не греет он даже на близком расстоянии он тоже не греет вообще даже не греет но тем не менее он яркий достал телефон он просто достал на фиг на фиг да на и фракасное звучание помимо дохрена лупит на телефон там уже 54 на метр то есть посмотрите еще раз конечно и на этом мы конечно завяжем а стоп какой нафиг завяжем еще убить драйвера разбирать так что не мы не завяжем еще сейчас я поставляю на подставку и мы с вами разберем драйверов то есть когда я полный для полного обзора еще с вами разберем драйвер его как говорится сам модуль сейчас конечно закрою кстати он дико нагрелся просто стопкается закручен на два болтика где-нибудь и разберут для вас драйвер цепочка не закручивается ладно думаю на один тоже сойдет так так вот это надо закрутить нафиг чтобы дохрена щепуня не налетела просто скорее всего в этом драйвере ее как раз дохрена мне придется конечно после этого делать чтобы потом его настроить чистить весь этот стол и тряпкой и спиртом придется протирать чтобы потом разобрать да кстати перед тем как разбирать я в комнате вымыл полы естественно пыль протер и все такое то есть и включил как-то зеленый лазер чтобы это в нем то есть нашел такому нашел такой момент чтобы в нем ну по поменьше было видно его лучше то есть в комнате то есть если нету пыль ну пыли мало у не будет ну сильно мелькать там блески всякие и все такое так теперь мы сейчас разберем с вами драйвер драйвер зеленого лазерного модуля мощность 100 милливатт здесь кстати что написано конечно непонятно чего короче не мощность не модель написано какие-то можно сказать каракуль которые не могу прочитать как бы тоже не потерять то и задница вообще нафиг не знаю насколько насколько я подробно объяснил про сам лазер может может кто-то лучше объяснит и если кто-то и если кто-то лучше объяснится кстати удовольствием посмотрю и если кто-то тоже подобной темой занимается кто-то тоже снимает видео но я так скажу так же рассказать про подобные вещи то я с удовольствием вас посмотрю то есть кидайте спокойно ссылки на свое видео я погляжу вот вот так выглядит драйвер и сейчас я опять же сниму телефон хотя может и не стоит его снимать вот как не значит вот эта заплатка хомут отводится вот столько проводов идет на сам модуль довольно-таки до хрена и вот какая-то стоит платка мелкая чё там фиг знает ну приклеили по моему на конденсатор на какой-то либо на реле а если вот здесь как ничего не щелкает значит приклеили вот эту часть где до катушки это все высоковольная часть на 220 там стоит по моему это транзисторы я так думаю вот эти вот гипотопроводные пасты мокренькая гипотопроводная паста за столько лет уже капец я сам нет нет мокренькая так вот теперь надо посмотреть через на резистор написано про интересно чем они управляют вот темп что-то написано в общем конечно хрен разберешь ну вот вижу фан написано вентилятор так давать его до красных стоит один такой перегрузка обозначает другое питание так щас я тут запуталась здесь все ночь у меня кстати плату мне отсюда вынимать ну прям очень не хочется уж извините меня как говорится просто 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 не хочется хомут доставить просто так вот эти гайки откручивать нафиг все блин уж скорочка быть знаете какой здесь модуляции ничего ничего нифига не написано нигде то есть вот как вот кабель модуляции идет сюда вот на кабель написано ттл но есть так разобраться вряд ли конечно такой компьютер стоит или ттл делать то есть с микросхемами с такими или ттл только вряд ли вот три резистора я так понял это самое один настраивает мощность ну самого лазерного диода 808 мм другой наверно настраивает мощность элемента пельтье а другой скорее всего должен настраивать модуляцию то есть аналоговый ттл аналоговый ттл то есть плюс-минус 30 кГц по моему аналоговая модуляция вот кстати название нагрев гэл 1500 что-то там нафиг вот название самой платы версия 1 0 0 не решили для нас вписать здесь ну там еще какая надпись в углу connect написано где как раз модуляция подключается почему-то не написали нифига сколько клеит клеит сколько так ну вот как-то вот так вот так вот так все это дело сделано вот посмотрите еще раз и на этом все да вот вентилятор здесь стоит кстати очень жужжит насколько он хоть вольта 5 вольт как раз как раз пойдет в мою в мою кепку на солнечных батареях так ну чё ж всем до свидос это хорошо нет да так как где вы Субтитры сделал DimaTorzok